Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и я рассказываю вам о разных сторонах жизни в Италии. Сегодня я хочу с вами обсудить очень смешную ситуацию, которая сложилась на рынке труда, на рынке рабочих рук в Европе. Итальянцы, как обычно, в хвосте плетутся и придумывают глупые идеи, а немцы и англичане бьют нас на голову. Итак, что происходит? Если вы думаете, что коронавирус, там вот все умерли, все плохо, вся экономика лежит, то это не совсем так. Потому что производство продуктов в любом случае нужно, потому что все люди, которые сидят по домам, в любом случае едят, и вот этого всего нужно много. Сельское хозяйство работает, как и раньше, причем, возможно, даже больше немножко, потому что наступил сезон. Если это зимой еще можно было там вот как-то вот все сидеть дома и все такое, то сейчас, когда начался сезон, проявилась вот эта вот острая нехватка рабочих рук на полях. Это всегда было такой слабой частью вот сельскохозяйственной вот работы, потому что нужно очень много работников на очень короткий период, чтобы собрать урожай. Причем это тяжелый труд, который плохо оплачивается, там под палящим солнцем, ужасный тяжелый физически рабочий труд, который нужен на короткое время, только на сезон. И дальше уже нету смысла содержать этих работников. И раньше-то все заполнялось вот сезонными работниками, которые приезжали по флюсам, еще так. В каждом году выходил декрет о флюсе, по которому тысячи, тысячи мест, тысячи сезонных работников приезжали. В этом году декрета о флюсе не было, а те, которые болтались просто так и хотели хоть что-то заработать, тех всех посадили по домам. И оказалось, что сельское хозяйство, когда вот нужно все это собирать, всегда было тяжело набрать работников, а сейчас вообще невозможно, их неоткуда взять. И сельское хозяйство начало прям вот входить в пике, в такой кризис, потому что, ну, они начали кричать, давайте нам работников, давайте нам работников, потому что нужно собирать там салат, не салат, фрукты, овощи, это все гниет, это нужно быстро собрать и быстро, ну, отвезти в магазины. Отраск работает, как и раньше, а рабочих рук нет. Вот, ну и итальянцы пробуют это решить всячески так, чтобы вот на елку залезть и как-то вот при этом как-то обойтись. Поэтому начинаются споры между нашими политиками. Вот, Ла Моргезе, она требует немедленную санаторию, чтобы легализовать 600 тысяч нелегалов. Причем она прям вот требует, говорит, все, санаторий немедленно, санаторий немедленно. Полагаю, что большой шанс, что эта санатория все-таки будет. То есть для того, чтобы получить дешевую рабочую силу на поля, они готовы им выдать даже ВНЖ. Ну, такой честный обмен, скажем так, щедрый обмен со стороны итальянца. Теперь. Но это так очень невыгодно, потому что другие итальянцы, понятно же, возмущаются. Скажут, ну что это, ты всех нелегалов собираешься легализовать. В это время Стефано Боначини, это президент Реджона Эмилия, Романия, он говорит так. Послушайте, а зачем вообще-то нам нелегалы? Потому что за последнее время вот увеличилось огромное количество запросов на эти, которые Реддит и дичертодинамцы получают. Вот последний месяц просто невероятное количество запросов. И, понятно, все пройдут по параметрам. Если у нас армия людей, которые безработные, которые получают дотации от государства, давайте-ка мы им разрешим выйти на поля и пусть они отработают хоть что-то. Поэтому вот Стефано Боначини очень так мечтает выгнать всех, кто сидит на Реддит и дичертодинамце, получает деньги ни за что, всех их выгнать в поля. И большая вероятность того, что ему удастся, потому что раньше, как было устроено, закон вот этот о Реддит и дичертодинамце был так, что ты можешь получать Реддит и дичертодинамце 18 месяцев. Но если ты пошел на работу хотя бы на месяц-два, то все, дальше ты не можешь получать это Реддит и дичертодинамце. И понятно, что никто не ходил на короткие работы. То есть, если бы я получала Реддит и дичертодинамце, и мне сосед говорит, пойди поработай, у меня месяц, понятно же, я не пойду, потому что у меня 18 месяцев оплаченных каникул условно. А теперь они изменили, потому что сезонная работа – это не постоянная, это короткая. Поэтому если пойти поработать на сезонные работы, то это не меняет твоих условий получения Реддит и дичертодинамца. То есть можешь продолжать получать Реддит и дичертодинамца. Поэтому разумно так он готовится на то, чтобы выгнать всех поля. Жесть, конечно, мы так не договаривались, потому что вначале говорили о том, что если получает Реддит и дичертодинамца, то тебе нельзя там предложить работу низкоквалифицированную, работу ниже твоей квалификации и все такое. А сейчас, в общем, пытается спасти сельское хозяйство за счет вот этих ребят, которые сидят на Реддит и дичертодинамце. При этом выступил Сальвини, он в последнее время прям вот меня радует. Он правда мне очень-очень нравился, я обещала не лезть в политику, но он прям вот в последнее время как-то так прям вот... Сальвини предлагает дать ваучеры, и чтобы этими ваучеры, вернуть ваучеры-делаворы, и чтобы эту работу могли пойти делать. Тяжелую работу в полях под палящим солнцем, тяжелый физический труд. Знаете, кому предлагают? Студенти, пенсионати. Ну, дезокупати, студенти и пенсионати. Дезокупати, ладно, они натренированы работать. А студенты и пенсионеры, которые во время коронавируса, но студенты, ладно, им тоже полезно. Нас тоже всех гоняли на картошку. Вы же помните, все, кто учился в советские времена, нас гоняли. Вот нас привозили на клубнику. Нас гоняли, я помню, мы собирали клубнику в горах, кстати. Не помню уже, как называлась деревня, но клубнику... Ой, это было очень вкусно. Ладно, я отвлеклась. Мы не столько работали, сколько там вот... В общем, было весело. Итак, поэтому для студентов, я понимаю, работа в полях, это даже полезно будет. Но пенсионеры, которые должны будут в масках работать на поле, обливаясь потом, причем это маска, которая вот, ну, не дает спокойно дышать, то есть будет ниже уровень оксигенации, это значит усталость. Ну, полагаю, что многие пенсионеры могут падать там прямо на поле в обмороке от недостатка кислорода и усилия под солнцем. Ну, в общем, Сальвини, конечно, герой. Вот. Итак, пока наши итальянцы тут вот пробуют, пробуют где это самое, что делает Европа. Европа, в общем, они хитро, быстро сделали, поняли, что, в общем, как-то... А, англичане. Англичане, конечно, красавцы. Англичане попробовали сначала призвать свой народ. Да, мол, типа, сельское хозяйство, это те, кто нас обеспечивает едой, давайте мы все объединимся, придем на помощь сельскому хозяйству, придите, пожалуйста, все. Вначале этот клич записалось 70 тысяч человек. После того, как начали там всем говорить, что ну вот, тогда вот это вот такой вот контракт, давайте приходите, начали им присылать эти контракты, сколько это оплачивается, что от них ожидается, какая работа, потому что если раньше эту работу выполняли, ну, гастрабайтеры, условно говоря, то сейчас эти же условия предложили англичанам. Вы знаете, сколько осталось человек, которые готовы выйти завтра в поле? Из 70 тысяч тех, кто отозвался, готовы 112 человек. В общем, тут британцы поняли, что все сложно, и что нужно быстро обратиться к внешним источникам, пока Италия, как обычно, вот что-то там пробует какие-то свои наивные, те жестко идут вперед. В общем, англичане, они уже, у них, смотрите, британский аэр-чартер-сервис, первый рейс с румынскими будущими сотрудниками сельского хозяйства, 150 человек, приземлился в четверг. Англия им оплачивает чартерные рейсы, организовывает. Понятно, что, в общем, их министр здравоохранения сказал, что все работники будут доставлены прямиком на ферму в условиях соблюдения карантина. В общем, в условиях будут доставлены прямиком на ферму Восточной Англии для того, чтобы собирать салат. Что все здравоохранение Гранд-Британии позаботится о том, чтобы они туда доехали в самых безопасных условиях. Вот. И кроме А, Болгария и Румыния уже тоже чартерные рейсы организовала в Германию. В общем, и теперь, что это самое? Что у нас... Вы можете почитать вот это в интернете, понятно же. Теперь, что у нас из того, что я могу сослаться прям вот источник, который, потому что я по-английски не читаю, я могу только доверять тому, что мне написали, вот, редакторы. А вот это самое, что я перепроверила, того, что министр Украины, министр иностранных дел Украины, похвастал в своем интервью на Снеданок 1 плюс 1, похвастал в своем интервью, что вот, мол, ко мне обращаются... Через официальные источники, через официальные каналы связи. Ко мне обращаются министры других европейских стран и просят организовать, вот, зарабитчан с Украины, организовать их туда на сезонные работы. Готовы им чартеры оплатить, вот, временные документы предоставить. Все готово только вот, чтобы мы, вот, посмотрите, какие мы бесценные. Понятно, он прибавляет, что мы своих не выпустим, потому что там с ними обойдутся плохо вот эти все, поэтому пусть наши вот украинские вот бесценные рабочие силы сидят дома, нечего им шляться на работу. Вот, ну, в общем, это все выглядит очень весело, потому что пандемия пандемии, а если прижмет, то чартеры будут оплачивать само государство и вывозить через границы вот это все никого не интересует. В общем, коронавирус превращается в такой фарс, конечно, немножко. Посмотрим, как будут развиваться события, это все очень весело. Вот. Это все, что я вам хотела рассказать вот про эту историю, когда вот я увидела первую фотографию вот этих бедных людей, которые под сумками стоят на границе и куда-то засобирались. Как засобирались? Границы закрыты. Оказывается, ничего не закрыто. И, оказывается, все-все ждут, и все тихонечко тут... Это... Все. Я вас всех обнимаю. Подписывайтесь на канал обязательно. Я вас очень прошу. Оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.